Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого, Сергеем Поярковым, тот художник, который может обидеть каждого. Идеология нашего врага просто потрясающая, ведь по сути, друзья, если вдуматься, их главная идеология, что если ты не русский и не хочешь становиться русским, тогда ты фашист, которого надо убить. Вот сначала они начали с того, что если ты не хочешь становиться русским, тебя можно убить. Потом они пришли к тому, что если ты не хочешь становиться русским и помогать русским, тебя нужно убить. А сегодня они считают, что уже убивать можно за то, что ты не хочешь убивать тех, кто не хочет становиться русским. То есть, если ты помогаешь украинцам, ты такой же фашист и тебя надо убить, как украинца. Все. То есть, они поэтому и говорят, что их долг убивать украинцев, причем на уровне там женщин, стариков, детей, очень многие русские, считают, что нас с вами не должно быть. И они говорят прямым текстом, а зачем нужна Польша? А мы должны отомстить странам Балтии? А мы должны забрать все? А мы вообще идем до Атлантики? Вдумайтесь, они считают, что если есть на свете люди с ними не согласные, то это и есть фашисты. Кто с ними не согласен? То есть, у них оппонент равно фашист. Если человек не воспринимает путинскую идеологию полностью, он фашист достойной смерти. Это факт, друзья. Это, вы знаете, самое ведь ужасное, что это не преувеличение. И вот есть такой Тимоти Снайдер, он дал прекрасное определение, называется шизофашизм. То есть, я бы как бы чуть огрубил то, что он говорит. Смотрите, вот понимаете, вот у всех где-то в школе, там, в институте, там, в садике, был такой дегенеративный, такой туповатый, такой мальчик, который мозгами был слаб, но имел огромные амбиции, страшно хотел уважения. И понимая своим недоразвитым мозжечком, вот этими полторы извилины, что шансов победить мозгами у него нет, он всегда пытался привлечь внимание и победить другим способом. Ну, например, взять и своими какашками измазать весь туалет. То есть, он все изгвоздал, и тут все внимание у него. То есть, он как бы себя показал, то есть, таким образом он самореализуется. Это Путин. Это Путин, потому что Россия не может реализоваться ни в чем. То есть, смотрите, они-то понимают, что, за что бы они ни брались, там, космос, машиностроение, там, наука, искусство, автомобилестроение, то есть, оргтехника, все, что требует мозга, они проигрывают на старте априори. Причем, у них же рядышком просто убийственный пример. Вот у них от Сахалина недалеко Япония. Она голая скала, там ноль полезных ископаемых. Вы знаете, в Японии даже запрещены электромобили. Потому что, чтобы добыть электричество, нужно сжечь нефть или атомную энергию. Короче, они у себя запретили электромобили, они развивают водородный двигатель. Смотрите, до какой степени им нечем воспользоваться, выкопать из земли. Вот ничего на шару им не достается. В России на шару все, что пополняет бюджет. У японцев единственное богатство. Это ни нефть, ни газ, ни алмазы, ни лес, ни молибден, ни алюминий, ни прекрасное географическое положение. Нет! У Японии только один капитал. Мозги. И это именно то, чего в путинском окружении нет и не может быть. Потому что они понимают, что никакой бизнес не может развиваться и удивлять мир в стране, где любой бизнес, чуть он приподнялся тут же, у тебя пришли, отобрали ФСБшники, кадыровцы. То есть бизнес это не то, чем Россия сильна. Они не умеют ничего. И вот тогда они создают ситуацию, вот они моделируют вот эту вот шизофашистскую ситуацию, маразматическую, в которой только они могут вот по их пониманию быть успешными. Причем то, что они называют успехом для всего мира позор и отстой. Но они решили позор и отстой переименовать в успех, его переназвали успехом. Понимаете, убийство, грабеж назвали успехом и подвигом. И вот перевернув стол, то есть доску перевернув, они просто поменяли понятие. То, чем весь мир стыдится, они этим решили гордиться. И тут они по праву первые. Они добились первенства. Они в шизофашизме. Спасибо Тиму Снайдеру за это определение. Они лучшие. И поспорить с этим невозможно. То есть они самые достойные клиенты дурки. Никто, кроме них, так четко в мировую дурку политическую не встраивается. Никто не заслуживает звания главного придурка планеты. И вот, наконец, таким образом они добились того, что привлекли к себе внимание. Да, они воняют на весь мир так, что у всех аж глаза щиплет. Но, черт побери, они только так могут самореализовываться. Все. Фашистское государство. Я не буду вас грузить вот этими признаками фашизма. Действительно, начиная от Умберто Эко и заканчивая всеми остальными учеными. Ведь совпадает все. И самое интересное, у них, видю, уехали все маломальские здравомыслящие люди. В России остались, ну вот, только, ну, такие рыцари без страха и упрека, как Шевчук, который озвучил то, что не надо лежать в жопу президента. Ведь он сказал, что задница президента, ее вылизывание, это не родина. И этот бесспорный факт, ну, этот, знаете, как сказать, что утром там встанет солнце, что земля круглая, да, что от нагревания газы расширяются. То есть спорить с очевидным, казалось бы, невозможно, но они решили себя провозгласить врагами очевидного. И в их воспаленном мозгу у них это получается. Вы знаете, температура абсолютного нуля, там 200, я не помню, там 30, 70, не помню, ну, короче, там ниже 300 градусов. Но они решили, что русская температура абсолютного нуля будет минус 500. Объяснить им, что это абсурд, невозможно. То есть их клинит и здравый смысл туда не стучится. Друзья мои, я тоже каждый день, наверное, как и вы, пытаюсь мозгами что-то проанализировать, понять. Вот что делать, невозможно. И смерть пришел к тому, что мозгами с ними невозможно. С ними вот только вооруженными силами Украины и можно справиться. Другого нет. Кстати, вчера мой друг Тарас Боризовец первый раз в своей жизни попал под обстрел. Ощущения непередаваемые. Ну, собственно говоря, я вам не буду передавать, потому что если вы никогда хотя бы чуть-чуть под обстрел не попадали, описывать это бесполезно. То есть вот пока сам не вспотел под броником, пока сам не вжался в землю и не почувствовал, вот когда уже все свист приблизился, какой ты здоровый, как ты весь торчишь наружу, как тебя много и как в тебя легко прилететь. Вот пока ты этого не почувствовал, вот те, кто не был там, где прилетают, объяснять бесполезно. Но благодаря тому, что они там есть и благодаря тому, что они эффективно работают, а будут работать еще эффективнее, и весь мир помогает нашим ребятам, те, кто на передке, вот благодаря этому шизофашизм Путина сдохнет, причем желательно в страшных муках, с позором, и заплатит репарации до копейки. Я прошу вас не забывать подписываться на мой канал, ставить лайки, комментарии. Это помогает для продвижения в Ютьюбе и близится день нашей победы. Друзья, однозначно с помощью всего мира никаких сомнений нет в том, что за нами не заржавеет.